МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Космический облик главной Самарской арены постепенно вырисовывается. Установлена уже вторая консоль купола, готовность объекта оценивается уже на 40%. Это похоже на стройки первых пятилеток по масштабам и значимости события. Задача – полностью завершить объект в декабре 2017 года. Весной 2018-го уже можно будет проводить тестовые матчи перед играми Мундиаля. Не только купол, игровое поле и трибуны строители приступили к реализации внутренней планировки стадиона. Это душевые кабины, комнаты отдыха, раздевалки. А в этих стенах будут принимать вип-персон президентов, королей и звезд большого спорта. Значение Самарской арены подчеркивают и представители совместной делегации ФИФА и Оргкомитета России 2018. Здесь будут проводиться топовые матчи 1-8 и 1-4 финала. Важно, чтобы все прошло на высшем уровне. В ходе третьего операционного визита делегацию посещает шесть городов-участников Мундиали. Руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер на просьбу сравнить, как проходила подготовка игр в Бразилии и ЮАР отвечает «Уклончиво, политкорректно». В Самаре, по его мнению, работы идут в штатном режиме. Как уже говорилось, это наш третий инспекционный визит, но мы впервые приехали сюда на площадку, чтобы оценить прогресс. Стройка огромная, и сейчас сложно выдать какую-то оценку. Работа идет, и нам важно, как планы будут реализованы на практике. Стадион будет построен в срок, и это будет один из лучших объектов за все время проведения мировых футбольных первенств. В этом у делегации на сегодня сомнений нет. Но задача – проверить и как идет подготовка города в целом. Мы видим, что город готовится, город понимает свои задачи. У нас нет никаких сомнений, что власти города прекрасно осознавлены о том, что еще надо сделать. Но в целом подготовка идет хорошими темпами. Главная задача делегации – не просто оценить подготовку к играм, но и дать рекомендации. Где-то отметить положительные стороны или, наоборот, подчеркнуть недочеты. Об этом говорили на рабочей встрече с губернатором. Глава региона подчеркнул – все работы идут по графику. По итогам визиты совместной делегации ФИФА и оргкомитета России-2018, местный оргкомитет получит оценку своей деятельности. Смотрится не только подготовка, в том числе и приехали с рекомендациями, новыми рекомендациями, с учетом безопасности, новых требований по безопасности, с учетом тех трагичных случаев, которые произошли в Европе. И, естественно, очень важно нам с нашими специалистами этот день провести, проработать и получить оценку, как делается все, и определиться профессионально, правильно, как дальше мы будем совместно работать. Мы не только работаем на стадионе и вокруг него, мы пользуемся случаем для того, чтобы посмотреть инфраструктуру города. Действительно, Самара является одним из наших таких серьезных опорных городов. Здесь пройдут шесть матчей, в том числе четверть финала. Накладывают определенные дополнительные, дополнительную нагрузку, дополнительную ответственность на власти региона. Ну, мы уверены, что все идет хорошо и все справятся. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. На улицах Самары появились трамваи с символикой FIFA 2018. Семь вагонов в боевой футбольной раскраске уже курсируют по первому, третьему, пятому, седьмому, девятнадцатому и двадцать третьему маршрутам. Делается это для того, чтобы создать у жителей города праздничное настроение и подарить ощущение приближения грандиозного события. Всего в течение этого года символикой чемпионата украсят 10 трамваев и 10 автобусов. И не только украсят. Подвижной состав планируют обновить. Также будут выбраны какие-то маршруты ближе к чемпионату. На них тоже появится символика соответствующая. Также у нас в планах обновление подвижного состава. Мы планируем закупать трехсекционные трамвайные вагоны. У нас проходило уже тестирование вагон «Метелица» белорусский. Сейчас вот буквально на днях прибыл трехсекционный трамвай из Катавского. Один из самых важных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы – отмечали православные на этой неделе. Благовещение всегда выпадает на 7 апреля. Несмотря на то, что это время Великого Поста, церковью допускаются послабления. В народе верили, что в Благовещение можно просить у Бога исполнение самых заветных желаний. Для героя программы «Право на маму» – маленького Кирюши – в этот день тоже свершилось обыкновенное чудо. У него началась новая жизнь. 21 марта мы показали его в эфире, а в четверг проводили малыша в приемную семью. О неслучайных знаках судьбы – материал Инессы Панченко. Сегодня он в очень хорошем состоянии, и он даже вам поговорит. Свою новую маму Кирюша еще не видел. Семья живет в другом регионе, а перед отъездом неожиданно заболел один из малышей. За Кириллом в Самару приехали папа и бабушка. Счастье свалилось на мальчика Лавиной. У него теперь будут не только родители, но и много братьев и сестер. У нас семья большая. Мы привыкли к народу, скажем, детям. У меня и мама семья была большая. Мы его год назад похоронили, и 102 года было. В жизни Сергея и Гули много знаковых случайностей. Своего ребенка супруги смогли родить только после того, как взяли троих приемных. Разница в датах рождения Кирюша и его сводного брата – всего две недели. Это 8 число 8 месяца. Все приемные дети Сергея по отчеству Сергеевичи. Ну а день, когда Кирилл отправился в новую семью, выпал на Благовещение – 8 апреля. Без веры долго не живут, а с верой пройдем все. Поэтому я не знаю, как сложится дальше судьба. Я могу только предполагать, но мы будем стараться все сделать для того, чтобы у нас все получилось, чтобы он был здоров. Грусть от расставания, радость за Кирюшу – чувство всего персонала дома ребенка. Здесь отлично понимают, как непросто будет растить малыша с такими сложными диагнозами. Он умненький, хорошенький, общительный, но с ним и очень много требуется работы, я имею в виду педагогическая работа, да, внимание. Да, но в то же время они получат от него очень много тепла, очень много нежности. Раз, два, три. Опа! Красота! Ура! Едва ли не больше других мечтали о семье для Кирюши самарские волонтеры. Поэтому провожали мальчика сегодня, как не каждую вип-персону. Кроватка Кирилла пока опустела, но в сиротских учреждениях региона остаются еще более 600 детей. Им тоже нужна благая весть. Инесса Панченко, Константин Головин. События. Черный дым над Самарой. В четверг утром горела новостройка. Как сообщили очевидцы, в жилом комплексе «Империал» на верхних этажах прогремели несколько взрывов. Что это было, на месте выяснила Лариса Шалафаст. Взрывы на крыше прогремели в 9 часов утра. Скорее всего, причиной стало нарушение пожарной безопасности. О пострадавших пока ничего не известно. На месте работают пожарные и газовая служба. Местные жители рассказывают, сначала не поняли, что произошло. Дом семьи Ковалевых стоит впритык к забору стройки. Их единственных не отселили до начала строительства. Мы слышали утром один взрыв. Я сначала думала, что это на Волге что-то. Затем второй. Дом качается. Ребенок что-то тоже волнуется. Говорит, что это такое, что это такое. Пацан второй. И третий взрыв. На территории лежат фрагменты разорвавшихся газовых баллонов. Очевидцы говорят, что видели, когда их привозили на стройку. На той неделе там баллоны были. Она видела, писала в фракуратуру, что ли. Я-то не знаю, я подальше живу. Никто не реагировал. После взрыва столб густого черного дыма доходил до железнодорожного вокзала. Самарцы начали сразу выкладывать видео в социальные сети. Ой! Офигеть! Как сообщают в управлении МЧС, площадь возгорания в итоге составила 25 квадратных метров. Произошел взрыв трех баллонов, предположительно. Основная сложность заключалась в том, что отметка 74 метра. Поэтому сейчас вы видели, что доставка стволов осуществлялась вручную практически на эту отметку. Вызвана лаборатория испытательная наша, которая сейчас будет проводить уже детальное разбирательство. И причины будут установлены окончательно. После взрыва газовых баллонов загорелся утеплитель. Пожар полностью потушили через 40 минут. По предварительной информации МЧС, пострадавших при пожаре нет. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Неприятный сюрприз ждал и жителей дома на Магнитогорской. Фасад, который и так не отличался выразительностью, лишился части облицовки. Два метра декоративной кирпичной кладки буквально сошли со стены. Вместе с управляющей компанией люди пытаются выяснить причины. И главное, понять, как вернуть лицо дому. Наша съемочная группа побывала на месте ЧП. Все случилось неожиданно, не про этот случай. Жители пятого дома по улице Магнитогорской давно ждали, когда же кирпичи на фасаде сползут на землю. Началось все с малого. Два года назад, что вот это отслоение появилось, там была маленькая трещина, мы уже начали с этим управляющей компанией говорить об этом отслоении. Это ожидалось. Была разница уже от стены, отход большой. Мы знали, что вот-вот очень боялись. Сейчас надо проверять все и делать с заключением специалистов. Сейчас нельзя просто замазать, и все. Это будет просто на время, на месяц, на два, не больше. Мы даже до зимы не выдержим. Хорошо, прохожих рядом не было, и никто не пострадал, кроме самого дома. Зданию 20 лет, и это не первая его потеря. Облицовочная плитка с декоративных пилястров давно облетает. Незмысловатые архитектурные элементы разрушаются уже на трех подъездах. Строительный полтергейст происходит и в квартирах. Посреди ночи раздается треск плитки на полу, рассказывают жители. Последний раз вот они взорвались. Вот это взорвалось, это я чуть-чуть склеила, да? Клеим вот, вот пошла трещина. В управляющую компанию совет дома обращался неоднократно. Просили провести технический осмотр и ремонт, но пожелания оставались на бумаге. Когда гром грянул, сотрудники коммунальной организации согласились, необходима строительная экспертиза. Вызовем специалистов, проведем строительную экспертизу, и уже по результатам будем определять мероприятия, какие необходимо произвести. Чтобы не угрожала эта жизнь и здоровье, мы проведем отбитие вот этого вот кирпича, декоративной плитки, чтобы не было угрозы обрушения в дальнейшем. И оградим опасный участок. Назвать причину, по которой пострадала облицовка, управляющие компании пока не могут. Провести экспертизу обещают до конца апреля. Олег Зверев, Марина Кравцова, Константин Головин. События. Дышать в Самаре станет легче. Почти 700 улиц приведет в порядок специальная техника. В прошлом году городские власти закупили партию универсальных уборочных машин. Принцип их работы, как у домашних пылесосов, только масштабы больше. Все нюансы генеральной уборки города в нашем следующем сюжете. У городских тротуаров начались СПА-процедуры. Сначала освежающий душ, затем очищающий массаж щетками, которые полируют асфальт до блеска. Специальная миниатюрная техника делает это максимально аккуратно, но очень настойчиво. Благодаря своим размерам машины пройдут даже по узкой дорожке. А вот проезжая часть пока только готовится к банным процедурам. Рабочие убирают крупный мусор, а затем по краю дороги обязательно проходит пылесос. В период весны, когда снег ставят, пыля седает на дорогах. Если ее в облине не убрать, то она ссыхается и получается практически в состоянии камня, которого очень трудно отодрать. И практически в период весь летний период начинает пылить. Это на асматиков действует, это также на внешний вид города. То есть это запыленность машин, фасадов знаний, обуви, по крайней мере одежды людей. Убрать пыль нужно пока в городе еще прохладно. Чтобы в жару дышать было легче и свободнее. Чтобы пыль именно убиралась, а не поднималась в воздух, на счет есть специальные форсунки. Откуда поступает вода? Пыль мокнет и уже влажная поступает в накопительный бункер. В этом году вакуумные машины вышли на дороги раньше обычного. Часть их переоборудовали, потому что они универсальные. Зимой их использовали для уборки снега, теперь спецмашины убирают пыль. Про пылесосить предстоит 700 улиц. Темпы наращивают каждый день. Днем работают 17 пылесосов, ночью 10. В дневное время затруднение составляет то, что прибаркованная машина. Очень сложно. В целом люди с пониманием относятся. Кто-то выходит, переставляет машину. Мы справляемся, работаем по плану. В две смены у нас, начиная и дневная, ночью, конечно, более удобно работать. Частично проблему загруженных обочин решает установка дорожных знаков, запрещающих парковку в определенные часы суток или дни недели. Наводит лоск не только в центре города, но и в отдаленных районах. Здесь рабочие выбирают такой график, чтобы максимум работ сделать днем. Ночью там все заставлено автомобилями. А когда столбик термометра не будет опускаться ниже нуля, дороги начнут мыть специальным шампунем. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Поговорим о космосе. В ракетно-космическом центре «Прогресс» прошел конкурс профмастерства. Участвует только молодежь завода. Своего кандидата выдвигал каждый цех. Молодых специалистов испытали в деле и проверили их на знании теории. О секретах мастерства лучших в своей профессии расспросила Валерия Макарова. Это своего рода олимпийские игры. Ловкость рук и отработанные движения – залог победы. Конкурс профмастерства среди молодых рабочих – традиция, которую на прогрессе соблюдают десятилетиями. Соревнуются в четырех специальностях – токарь, фрезеровщик, слесарь и монтажник. Сначала практика, а после сдают теорию – настоящий экзамен. Задание участники получают только утром. Подготовить его заранее невозможно. Токаря узнали – вытачивать придется деталь под названием штуцер. Резьба, наверное, для многих сложная. Она внутренняя, во-первых. Трудно увидеть, трудно успеть вынутилизаться вовремя. Но если касается конкурса, например, то токарь должен знать про этот станок все. Каждая из них – лучший в своем цехе. Теперь определяют победителя на уровне всего завода. Это конкурс молодежный. Каждый показывает свои амбиции, свои наработки. Готовится к этому конкурсу. Это и мастерство, это и навыки, это и талант, это и собранность. Перед началом конкурса наставники напоминают – торопиться не нужно. Главное – свою работу сделать на высшем уровне. Качеству на нашем предприятии уделяется особое внимание. И оно стоит всегда на первом месте. Потому что техник, какой мы выпускаем, она очень сложная, очень дорогая, очень ответственная, которая выполняет очень такие большие задачи. На этот раз конкурс особенный тем, что проходит он в год 55-летия полета в космос первого человека. Дата, которую Самар отмечает по праву. Ведь именно в цехах прогресса собирали две ступени ракеты, что доставило Гагарина на земную орбиту. Сегодня все российские космонавты летают на Самарских союзах. А на завод, где их строят, приходит новое поколение специалистов. Без каждого здесь человека по штату невозможно дело общее сделать. Обязательно кто-то выполняет свою определенную функцию. Я считаю, что хват я тоже свой вношу какой-то. Хоть маленький, но все равно вношу. Валерия Макарова, Алексей Золотенков, События. Подводные технологии. В Самарском объединенном ВУЗе разработали робота, который способен исследовать водоемы. Пока он погружался только в бассейн. Но, как говорят разработчики, у него большое будущее. На презентации робота-подводника, который способен покорить дно океана, побывала и Алина Чемерес. Сейчас. Замигал. То есть у него есть блок батареек, с помощью которого, если мы передвинем их сюда, мы сделаем какой-то угол, ну, авиационщики говорят, ангажа. Дальше вот этим шприцом, так его очень назовем просто, мы набираем воду и он тонет. Этот подводный робот может погружаться на глубину до 50 метров, рассказывает его создатель Салемжан Гафуров. Правда, плавает небыстро, его задача исследовать водоем. Ученый уверен, в будущем такие роботы помогут предсказывать климатические изменения. Сегодня, говорит, из-за таяния ледников состояние океана меняется, и узнать, как поведет себя водная стихия, помогут современные технологии. Робот-подводник может собрать данные в конкретную минуту в определенной точке океана. Он справится с задачей даже там, где человеку грозит опасность. То, что будет происходить завтра, мы будем знать об этом сегодня. Он тебе сразу говорит, что происходит с океаном, какая динамика его, он может это анализировать. Ну, не он, а может быть с помощью его данных, которые он получил. На презентации подводного робота студенты Объединенного университета. Им подробно рассказывают о том, как работает эта техника и для чего она может быть полезной. После таких семинаров, говорят организаторы, многие начинают увлекаться созданием роботов. Многие для себя находят ответ, а для чего же я изучаю высшую математику или физику, где эти все знания можно приложить. И вот как раз на примере создания робота они все эти навыки начинают использовать. Многие разработки Объединенного университета уже себя оправдали. На космическую орбиту вышел спутник, спроектированный в этих стенах. Созданы беспилотники, с помощью которых можно вести съемку с воздуха. Развиваются технологии 3D-печати. Студентам обещают, расскажут про все классы роботов, которых собрали в ВУЗе. Образовательные семинары для учащихся планируют проводить раз в месяц. Алина Чемерис, Максим Кусев, События. Свою грамотность смогут проверить жители сотен городов мира, в том числе и Самары. Считанные дни остаются до тотального диктанта, который в этом году стартует 16 апреля в 16 часов. Заявки на участие уже начали принимать на сайте тотального диктанта. В этом году в Самаре будет работать 4 площадки. Это Самарский педагогический университет, Самарская областная юношеская и универсальные научные библиотеки. И впервые за много лет проведения площадка откроется на базе Самарского объединенного университета. Пока неизвестный текст известного писателя Андрея Усачева прочтет герой России Игорь Станкевич. В прошлом году тотальный диктант в Самаре написали более 700 человек. Уровень грамотности, конечно, растет. Потому что он не может не расти, потому что привлекается внимание, интерес к русскому языку возникает. И это отрадно, безусловно. Что такое язык? Это живая история. Мы живем и, в общем-то, вот эту причастность как бы не ощущаем. А вот эта вот акция, она дает ощущение причастности к живой истории. Получается, вот мы ее творим. Причастность к истории ощутили и мы, сотрудники телеканала «Самары ГИС». Прадедушка оператора нашей телекомпании Сергей Баскина в начале прошлого века возглавлял земскую статистику. Со дня его рождения исполнилось 150 лет. В телекомпанию Сергей принес уникальный фотоальбом и поделился редкими данными о жизни и личности Григория Баскина. Мариана Мирной копнула глубже. И наша съемочная группа отправилась в архивы, чтобы разузнать об этом человеке побольше. Таня и Никита Баскины вместе с отцом листают альбом с уникальными фотографиями. Им больше 100 лет. На снимках мужчина с бородой и усами. Их прапрадедушка. Сергей Баскин, правнук, с гордостью рассказывает своим детям семейную историю. Григорий Иванович внес огромный вклад в развитие самарской статистики. Возглавлял земскую статистику еще в 19 веке. Про моего прадедушку мы буквально информацию сейчас собираем по крупицам, потому что его дочь, бабушка, ввиду того, что времена были сложные, она очень сильно всего боялась. И политических репрессий, и гонений, и тому подобное. Информации очень мало, но мы стараемся ее все-таки собрать, все фотографии, потому что человек, он был очень интересный, незаурядная личность. И тем более, что столько всего полезного сделал для нашей страны. Он родился в 1866 году. Сегодня прошло уже 150 лет со дня его рождения. Но имя Григория Баскина не забыто. Его труды хранятся в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки. Главный библиограф Александр Завальный говорит, деятельность Григория Ивановича не имеет аналогов. Его признал весь мир. Работу оценили не только в Самарской губернии, но и на уровне всей страны. Благодаря ему и его коллегам самарская статистика занимала передовые позиции на протяжении очень долгого времени в России. И статистические сборники, подготовленные в частности Григорием Ивановичем Баскиным, это образец того, как нужно делать подобные документы. В своем игре, мы как говорили, есть ложь, большая ложь и статистика. Так вот, самарская статистика никогда не была ложью. За честность свою и поплатился. Став неугодным власти, Григорий Баскин был расстрелян в 1937-м. Уже после его смерти его дочь реабилитировала честное имя светило земской статистики. Теперь его книги – признанная основа, без которой невозможно создать ни один учебник по истории края. Среди сохранившихся трудов Григория Баскина есть самый старинный 1919 года выпуска – численность сельского населения в Самарской губернии. Посмотрите, книга в очень ветхом состоянии, такой бумаги уже теперь и не встретишь. Всю информацию для этого издания кропотливо собирал ее автор. В конце – скромная подпись Григорий Баскин. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Что делали кошки в Древнем Египте и на каком языке египтяне писали друг другу письма? Ответы на эти вопросы можно найти на выставке «Сказания Древнего Нила». В экспозиции представлено больше 50 работ – как подлинные артефакты, так и работы самарских школьников. Неизвестной страницей истории открыла Лариса Шалафаст. Древние манускрипты, украшения, письменные принадлежности и книги – все это коллекция египетских вещей, которую больше века назад привез в Самару Альфред фон Вакана. В музее Алабина хранятся вещи, которых нет больше нигде в стране. Один из уникальных экспонатов выставки – это надгробная плита знатного египтянина. Судя по древним надписям, скорее всего, этот человек часто путешествовал. В экспозиции больше полусотни работ. Коллекцию подлинных египетских вещей дополняют работы самарских школьников. Ученики младших классов в течение года изучали историю древней страны и готовили предметы быта и архитектурные макеты. Они настолько зажглись и загорелись, что захотели выяснить всю историю всех фараонов, узнать все о божествах древнего Нила, ну и, естественно, попробовать себя как юных архитекторов. Поэтому они выбрали наиболее интересующие для них здания и сделали еще и архитектурные проекты. Посетителей выставки ждет цикл мастер-классов. Гости смогут отправить друг другу послания на табличках, узнать о достопримечательностях древнего Египта, сделать костюм египтянина, научиться писать на древнем языке. Выставка сказания древнего Нила будет работать до 11 мая. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Такое увидели в Самару наши корреспонденты. Ярких вам событий. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok